В Твери продолжаются работы по модернизации и реконструкции нитки водовода от Тверецкого водозабора до Дюкера Восточного моста в рамках национального проекта «Экология». Третий этап реализации проекта должен пройти по жилому сектору в Затверечи. Здесь подрядчики столкнулись с проблемой незаконного захвата муниципальной земли общего пользования, по которой должна пройти труба. Этот водовод – одна из трёх основных магистралей, которые в общей сложности обеспечивают питьевой водой более чем 97% тверетян. Он был введён в строй более 40 лет назад. Сегодня его модернизируют и меняют трубы на новые. С большим диаметром и высоким качеством материала. Новый водовод прокладывают только по территории, принадлежащей городу. Когда работы подошли вплотную к частному сектору, выяснилось, что за прошедшие годы ряд жителей Затвереча самовольно расширили собственные участки. Захватили землю, под которой проходят коммуникации, и даже построили там заборы и гаражи. Проблема стала очень актуальной, потому что работы с обеих сторон данного участка, где жители захватили землю, уже завершены. Необходимо уже приступать к археологическим исследованиям на этом участке, ну и, соответственно, продолжать дальше работы по переустройству водовода. Первые решения суда, вступившие в законную силу, были вынесены в мае этого года. После судебных разбирательств городскую землю добровольно освободили пять жителей. Однако, несмотря на решение суда, 14 горожан снести свои незаконные постройки отказались. На данный момент уже есть судебные решения, которые вступили. Практически это все земельные участки находятся по одной линии, и при освобождении уже подрядчик сможет проводить определенные работы для того, чтобы произвести реконструкцию водовода. Сейчас на счету уже каждый день. Для того, чтобы не сорвать сроки реализации нацпроекта, подрядчик должен приступить к работам в самое ближайшее время. Если затягивать процесс и не убрать незаконные постройки, те, кто их установил, рискуют снова оказаться в суде. С этих людей могут взыскать затраты на работы по принудительному сносу строений, а также денежные средства, которые будут потрачены подрядчикам сверхустановленных сумм в случае срыва или переноса сроков реализации нацпроекта. Положено им снести эти заборы, уже предписано, и в случае неисполнения, также в решении суда прописано, что с них будут взысканы все затраты, понесенные администрацией города Твери, либо еще кем-либо, кто будет сносить эти заборы в принудительном порядке. В свою очередь, подрядная организация, которая проводит работы по реконструкции водовода в соответствии с заключенным муниципальным контрактом, берет на себя обязательство восстановить поврежденные в ходе работ на строительной площадке благоустройства, проезды и дорожки. Продолжение следует...